Что побуждает человека выбрать профессию педагога? Любовь к детям и стремление сделать мир лучше. Именно лучше и правильнее. Педагогами не становятся, ими рождаются, обладая определенными качествами души и совести. Их ежедневный подвиг – самоотречение. Их девиз – жить ради других. Трое педагогов сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Взять в руки оружие, сменить учебный класс на окопы, их заставила мораль и все тот же девиз – жить ради других. Один из них – Эрик Варданян. С 2011 года он работает в школе номер 44 в станице Северской, учителем физкультуры. За это время не раз подтверждал профессионализм победами в федеральных и краевых конкурсах. Эрик Александрович не только проводил уроки физкультуры, но и руководил кружками дополнительного образования по самбо, футболу и туризму. Водил ребят в походы, где учил полезным навыкам. Давал советы и наставления, так необходимые подросткам. Нашим классным руководителем является Эрик Александрович. На данный момент он участвует в специальной военной операции. Некоторые пацаны из нашего класса собираются поступать в военные институты. И Эрик Александрович является для них самым явным примером, как нужно себя в будущем вести. Эрик Александрович для нас не просто учитель, классный руководитель. Он для нас надежный товарищ, друг. К нему можно было подойти за любым себя волнующим вопросом. Он с радостью себя ответит. С ним можно было поговорить по душам. Всегда встречи с ним проходили очень душевно и тепло. Когда он подходил к тебе, первое, что он спрашивал, как у тебя дела, все ли хорошо. Сколько раз мы с ним ходили в походы, я уже, честно говоря, не помню. Это было множество раз. За год мы ходили не меньше трех раз. Он всегда радовался нашим успехам. Мы помогали ему в его делах. Делали различные сценки, КВН. Очень много различных мероприятий проводили вместе с ним. Его общение нам было очень приятным. И он воспитывал в нас патриотизм. Вместе с ним мы становились личностями. И я очень горд. Очень сильно горд, что у нас есть такой классный руководитель. Лично для меня он еще является примером для подражания человека, который любит свою родину, то есть патриот настоящий. И мне вот нравилось и нравится до сих пор то, что он воспитывает этот патриотизм в нас. Военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения занимается и Максим Ёрш. Без малого 10 лет Максим Григорьевич трудится в школе номер 45 Станицы Северской. Более 20 лет он водил ребят в походы. Был руководителем масштабных экспедиций «Кубанская кругосветка» и «Ледяная эллада». В 2022 году по зову сердца ушел на специальную военную операцию добровольцем. Просто потому, что не смог поступить иначе. Максим Григорьевич – это именно тот учитель, который мог заинтересовать любого в своем предмете, потому что каждый урок с ним был чем-то особенным, очень интересным. И мы, конечно же, его очень ждем. У него правильная политика в воспитании детей – это тот человек, с которого необходимо брать пример. Я горжусь, что с таким человеком иду плечом к плечу в нашей воспитательной работе. Мы всей школой писали ему письма. Это была акция «Письмо Максиму». Благодарность о его подвиге. Максим Григорьевич недавно посещал наш класс. Мы все были искренне рады его видеть. Рассказал нам все о том, что нужно знать о жизни в полевых условиях. Посвятил нам, можно сказать, все свое свободное время. Ну да, это раньше было такое понятие. Я бы с этим человеком в разведку пошел. Я бы с этим в разведку, не только в разведку, хоть куда бы пошел. За ним, как за каменной стеной, действительно. Его поступок с целью защитить нашу Родину меня очень восхищает. Я горжусь, что учусь в школе, где работает Максим Григорьевич. Артем Агеев – самый юный из мобилизованных педагогов. Выпускник театрального объединения «Дебют» Центра развития творчества Станицы Северской. Туда же и пришел на должность педагога дополнительного образования в 2020 году. Руководил театральным объединением «Арт-А». За небольшой срок своей работы успел расположить к себе не только учеников, но и весь коллектив. Вообще Артем воспитан в духе патриотизма. Он был участником отряда пост номер один. Всегда имел активную общественную позицию. Поэтому никто не удивился тому, что он встал на защиту интересов нашей страны. Мы гордимся нашим коллегой. Желаем Артему Алексеевичу здоровья. И пусть он возвращается домой обязательно с победой. Он наш герой. Артем Алексеевич преподавал нам всего год. Но за это время мы узнали очень много нового и интересного. А еще поучаствовали в разных театральных постановках. Благодаря Артему Алексеевичу мы стали настоящими артистами. Мы очень ждем возвращения Артема Алексеевича домой. Желаем ему крепкого здоровья и благополучного завершения его миссии. Когда он уходил в армию, его коллеги и ребята не сомневались в том, что он станет достойным защитником нашего Отечества. В специальной военной операции участвуют с первых дней. В боевых действиях получил два ранения. Пристали к подрождению медалью Жукова. Благодарим Артема Алексеевича за мужество и отвагу. Желаем ему здоровья и ждем возвращения домой с победой. Спасибо большое, что не забываете такое сложное время для нас, для вас. Я верю, что мы справимся, все у нас будет хорошо. Еще раз спасибо большое. Ждите домой. Преподаватели школ Северского района изо дня в день не только обучают детей своим предметом, но и помогают сформировать правильное восприятие внутреннего мира, воспитывают в своих учениках любовь и уважение к родине собственным примером. Эти педагоги – настоящие герои не только Северского района, но и всей страны. Они рискуют своими жизнями ради будущего, ради детского смеха и когда-нибудь воцарящегося мира. Благодаря их самоотверженному подвигу ученики не понаслышке знают, что такое патриотизм и любовь к родине. Своим примером они показали ребятам, что значит честь, мужество и преданность отчизне.